С ретроградным, Меркурием и коридором затмений мы знакомы почти как с соседями по лестничной площадке, правда, Даник? В частности, благодаря проекту «Включайся». Но вот все чаще мы можем слышать отсылки не просто к астрологии, а к ведической астрологии. Да, и что это? Хорошо забытое старое или какое-то новшество в мире астропрогнозов? Расскажет наша гостья, ведический астролог Александра Герасимова. Доброе утро! Доброе утро, ребята! Доброе утро! Александра, давайте разбираться, мы не очень понимаем. Связана ли как-то ведическая астрология с индийскими ведами? Да, эта астрология, она напрямую связана с этими ведами, как и любая именно ведическая культура, она очень многогранная. Но астрология вообще считается, она появилась даже раньше вед, ее подстроили под веды, да, поэтому это и про что-то новое, и про что-то очень старое, просто переложенное на наш современный манер, потому что когда приходят к астрологу и спрашивают, допустим, кем лучше работать, да, я же не могу сказать человеку быть военно-начальником, да, это было бы актуально раньше. Сейчас уже нужно перекладывать его сильный Марс на другие качества актуальные. То есть, я правильно понимаю, вы перекладываете Марс? Ну, можно сказать так, да. Марс обладает определенной энергией, как и любая другая планета, и астрологи строят специальную натальную карту. Она не использует такое тонкое слово, как предсказание, чем чаще пользуются западные астрологи, потому что веды, они предполагают развитие нашей души, что она имела много воплощений, и что на вот этот этап мы приносим с собой определенную карму. Вот, а эта карма, это никак не что-то про предсказание, что-то определенное. Карма, оно переводится как действие, а действие выбирает сам человек. Я же астролог, не говорю вам, что делать, да, но я могу подсказать вам, как делать лучше, чтобы это было эффективней для гармонии вашей души. А как вы вообще узнали о ведической астрологии? Ой, я раньше вообще в это не верила, я думала, что это меня не касается, но в этом и фишка наших натальных карт. Я обратилась за помощью, как сейчас модно, в Инстаграм, марафоны были, и там рассчитывали показатели именно из ведической астрологии. Я думаю, ну ладно, стоит это недорого, и все равно интересно. И в этом расчете я узнала, что вот меня это очень интересует, я должна этим заниматься, но я сама же этого боюсь. Ну, как бы задвигаю это куда-то. И я стала интересоваться, и вот, пожалуйста, у меня на самом деле за полтора года того, что я этим занимаюсь, у меня суперподъем, какие-то супервозможности, потому что я вот именно в своем деле. А даже то, что у меня на тот момент уже был муж, ребенок, да, кажется, ну, картинка для счастья вообще идеальная. Ну, вот чего-то не хватало, было скучно. И чего? Вот моего предназначения, да, вот мое предназначение в том, чтобы окунуться в эти знания. Знания как угодно. Мистика, тайна, эзотерика. Вот, все оно есть с хорошей стороны, все есть с негативной стороны. Вот именно ведическая культура, она с положительной стороны, потому что в Индии это вообще религия, планеты, это боги. Но они просто не утрируют это, да, какой-то одной культурой. Они принимают весь мир, как он есть. Вы можете привести живой пример? Может быть, к вам кто-то обратился недавно, и у него жизнь поменялась кардинально, в лучшую сторону? Многим людям для счастья, они сами не видят, не хватает подружиться с мамой снова, да, вот сложные отношения с родителями. Кому-то не хватает именно гармоничного партнера, а кому-то той самой работы, которая бы приносила ему удовольствие. И вот все отражается в этой натальной карте. И там нет такого, что именно с такого-то года, с такого-то времени у вас все поменяется. Но есть определенный период вашей жизни. Если вы воспользуетесь этой энергией, которая для вас сейчас играет кармическую роль, все будет лучше. Хорошо, тогда финальный вопрос. Так интересно, много общаемся, нужно будет позвать вас еще раз, но тем не менее. Финальный вопрос. Как связана ведическая астрология с занятиями йогой? Просто, во-первых, это одна ведическая культура, и она была когда-то этими мудрецами прописана по ведам, и все это строится на законах энергии. То есть планеты, они же излучают какую-то энергию, соответственно, на которой мы действуем. И йога — это не просто физическая нагрузка, а там все прорабатывается именно на энергетические точки, которые всем известны как чакры, да, кто касается таких наук. И оно просто берет и правильно распределяет энергию в теле. Поэтому все наработает связки, потому что это все ведическая культура. И все оно про энергии, все оно работает, да. Только после этого люди в совокупности чувствуют себя счастливыми, да. Ну что ж, друзья, вы все слышали. А я напомню, что у нас сегодня в гостях была ведический астролог Александра Герасимова. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Да, спасибо вам за приглашение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok